Здравствуйте! В ближайшие 20 минут о главных событиях в жизни города. Это программа «Новосибирская неделя». Вот некоторые темы. Разруха грозит многоквартирным домам. Ремонт так и не начался. Ответственные не могут собрать деньги, распределить очередность работ и нанять подрядчиков. В штате заложено 4 человека и в абонентском отделе. Это очень мало. Мы не справляемся с этой работой таким количеством. Вот там выгуливает, вот здесь. Вообще идешь, ну и попадаешь не туда, куда надо ногами. Горожане собирают подписи и даже ищут инвесторов, чтобы благоустроить парк за оперным театром и превратить котлован на юго-западном жилмассиве в грибной канал, что ответят чиновники. А также, как избавят от пробок улицы вблизи Бугринского моста, когда будет готова вакцина против вируса Эбола, что потеряет город после перераспределения доходов между региональным и местным бюджетами, и почему молодые люди предпочли дискотекам бал. Многоквартирные дома в Новосибирске рискуют остаться без ремонта. Новые правила, по которым начали собирать и распределять деньги, не действуют. Из-за неразберихи и нерасторопности ремонтные работы так и не начались. Людей возмущают и многочисленные ошибки в начислениях, и банковские проценты за перевод денег. Поэтому, к примеру, вместо Альфа-банка, скорее всего, выберут другого оператора. Кто виноват и что делать с жильцами ветшающих зданий, выяснял Вячеслав Горчаков. До конца 2014 года капитальный ремонт должен начаться в 65 новосибирских домах. В основном это будут внутренние работы – подвалы, электрика, трубы. Но в некоторых зданиях обновят и кровлю. Как ни странно, ремонтировать ее зимой даже проще, чем в другое время года, если крыша скатная. Не мешают дожди. Заменить кровлю в ближайшие месяцы должны и в этой четырехэтажке. Нет теплоизоляции совсем, образуется наледь, все это бежит нам в квартиры. Жильцов верхних этажей беспокоит кровля, а нижних – протекающая канализация. В доме 32-го года постройки нужно ремонтировать все. Но люди рады получить хотя бы новую крышу. Программа-то началась с августа месяца, поэтому понятно было, что в августе никто не начнет делать кровлю. Ну, надеемся, конечно, надеемся в глубине души, что у нас уже первая весна будет 2015-го года без подтеков. А жителей этой Сталинки по улице Котовского очередность ремонта в их доме удивляет. Не спросив собственников, приоритет почему-то поставили в систему водоснабжения. Хотя большую часть труб жильцы уже заменили. Мы их делаем сами, вот потихонечку, своими силами, где-то латаем, где-то варим, где-то ремонтируем. То есть с этим мы еще подюжим немножко. Но с фасадом, электрикой и подвалами терпеть уже, я считаю, это просто опасно. Все провода в подвале – ровесники самого дома. За 60 лет их не меняли ни разу. Электрощитки обросли паутиной и ржавчиной, при том, что перекрытия деревянные. Достаточно одной искры, чтобы случился пожар. Но главное – визитная карточка дома, фасад, выглядит, как после артобстрела. Стены в трещинах, штукатурка осыпается при легком прикосновении, а фундамент разваливается на кирпичи. Обновить электрику, судя по региональной программе, можно будет только через два года, а фасад и вовсе через восемь лет. Ну, как бы можно грубо пошутить, что пока они будут делать начинку, наш пельмень развалится. Вот и все. Очередность работ в региональной программе возмущает многих. Чиновники объясняют – эти данные подавали управляющие компании. Как теперь выясняется, многие делали это наобум, даже не побывав в самих домах. Управляющие компании, они же тоже заинтересованы, чтобы дом был в порядке. Они же выключены из этой работы, поэтому они спустя рукава ко всем этим процедурам относятся. Теперь эти данные уточняют. А время идет. Для старта ремонта по новым правилам еще не успели даже выбрать подрядчиков. Областные депутаты негодуют. Мы год назад принимали этот закон, и фонд у нас внезапно не готов к тому, к сбору информации, к выдаче этих платежек. В штате заложено 4 человека и в абонентском отделе. Это очень мало. Это очень мало. Мы не справляемся с этой работой таким количеством. Но больше всего жалоб на комиссию, которые облагают обязательные взносы на капремонт. В том же Альфа-банке она составляет 59 рублей. Хотя именно там открыт общий счет, и именно туда перечисляют свои взносы три четверти жильцов новосибирских многоэтажек. Из-за этого сбор средств в общий котел могут в скором времени передать другому банку. Но исключить комиссию вовсе не выйдет. В некоторых регионах комиссии компенсируют за счет областного бюджета. Делать то же самое в Новосибирской области не собираются. Депутаты предлагают хотя бы рассказать собственникам, где можно заплатить за капитальный ремонт с минимальным сбором. А как решать остальные проблемы с капремонтом, они договорятся уже на ближайшей сессии ЗАГС Собрания. Вячеслав Горчаков, Дмитрий Канн, Алексей Андробаев. Новосибирская неделя. Неожиданным и неприятным сюрпризом для горожан в минувшие выходные стали гигантские пробки в районе Бугринского моста. Затор растянулся на Бердском шоссе и улице Большевистской на 12 километров. Многие стояли там часами и были вовсе не рады изменившейся дорожной ситуации. Чиновники и автоинспекторы на неделю решали, как предотвратить повторение коллапса. Какие меры для этого приимут, говорим с одним из участников рабочей группы, Валерием Белкиным, исполняющим обязанности начальника отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии Новосибирска. Здравствуйте. Скажите, вот реально ли изменить схему движения транспорта на улицах, прилегающих к Бугринскому мосту, так, чтобы там не было пробок или нет? Реальность всегда упирается в определенные проблемы. То есть необходимо все-таки понимать, что Большевистская это у нас транзит для трассы выход из города, то есть продолжение федеральной трассы. Решили вопрос, что по улице Выборной с понедельника мы разрешаем левый поворот. То есть разворот будет также запрещен, но мы жителям, которые выезжают с улицы Выборной, которые в принципе и основной осуществляли разворот в указанном месте, мы даем возможность повернуть налево, в сторону Первомайского советского района и в сторону Нового Бугринского моста. Для определения времени мы вот и заказали транспортную модель, то есть попросили их отработать еще несколько режимов, при каких оптимальное будет. То есть или это будет 13 секунд с улицы Выборной выезд, или это будет 10 секунд. То есть следующую неделю мы будем ездить в тестовом режиме? Теорию все равно надо маленько проверить на практике, как оно пойдет. Скажите, сейчас вообще учитывается транспортный поток, который идет именно по Бугринскому мосту, потому что ощущение такое, когда стоишь в пробке на Большевистской, что там приезжают всего несколько машин в одном направлении? Ну, видите, как показывает все-таки опять же практика уже давно сложившаяся, все-таки у нас люди зачастую ездят по привычке. То есть вот есть у человека наработанный маршрут с работы домой и с дома на работу. Определенное время надо однозначно, чтобы человек перестроился и понял, что, например, ему не надо через Октябрьский мост ехать и через Немировича-Данченко, если кто работает на Абгэсе, да, а может по ускоренной Большевистской проехать до Бугринского моста и здесь же потом спуститься по улице Ватутина и уйти через улицу Мира на тот же Абгэс. Для этого, как вы правильно сказали, она должна быть ускоренной. Надеюсь, что так и будет со временем. Спасибо вам, что пришли. И еще о последствиях открытия моста. После Вкуси портит иск на 2 миллиарда рублей, поданный подрядчиком к мэрии. Именно на такую сумму, считают представители компании Сибмост, увеличилась смета проекта из-за затянувшегося расселения частных домов в районе строительства. Ответчики недоумевают. Переправу открыли раньше срока, ведь контракт действует до 31 декабря. А до этого подрядчик через суд добился увеличения срока работы. Теперь то же самое пытается сделать с ценой контракта. Иск городские власти не признают. Безусловно, мэрия приложит все усилия для того, чтобы защитить права муниципального бюджета, потому что для бюджета это катастрофическая сумма. Специалисты Центра вирусологии «Вектор» проверяют эффективность трех разработанных вариантов вакцины против лихорадки Эбола. Испытания проходят на доклиническом этапе. Если она была попробована на животных, значит она показала свою эффективность. Смотрите, вы можете при каком-то заболевании принять две таблетки. После одной у вас через пять минут голова пройдет, а после другой через десять. Мы сейчас пытаемся понять, какой из вариантов нашей вакцины будет самый эффективный, и именно его продолжать исследовать. Возможные сроки появления эффективного препарата ученые не называют. Центр работает над вакциной с 1974 года. Его специалисты сейчас также изучают лихорадку в Африке. Исследователи считают, что этот вирус вряд ли сможет распространиться в России. Санитарные службы контролируют ситуацию. На неделе не стало академика Влаиля Казначеева. Он умер на 91-м году жизни. Выпускник Новосибирского медицинского института в конце 60-х стал его ректором. Под его руководством здесь открыли Сибирское отделение Академии медицинских наук, а затем Институт клинической и экспериментальной медицины. Влаиль Казначеев изучал, как на здоровье человека сказывается среда его обитания. А о традиционных методах медицины отзывался порой крайне категорично. Он работал до последнего дня и не уставал говорить о деле всей своей жизни. Гордость нации, ее наука, ее отношения к культуре, которые нужно сохранять, есть в будущем и России, в целом, и в целом мира. К другим темам. Корпорация Роснано собирается восстановить производство на заводе Леотех. Напомню, оно было остановлено в августе из-за того, что менеджеры не смогли найти рынки сбыта продукции. Отыскать новых партнеров и заказчиков взяли специалисты госкорпорации. Скорее всего, изменят и продукцию. Это будут батареи для накопления энергии и аккумуляторы для железнодорожного транспорта. Действительно, не бросать же объект, в который вложили более 13,5 миллиардов рублей. Финансовые потери грозят и городскому бюджету, а значит, горожане могут лишиться надежды на благоустройство, новые трамваи и троллейбусы, строительство новых станций метро, детских садов и расселение аварийного жилья. Решение регионального правительства о перераспределении 10% налога на доходы физических лиц поддержали депутаты законодательного собрания. Пока только на заседании соответствующей комиссии вопрос вынесут на сессию в конце октября. Его цена 3,5 миллиарда рублей. Однако она не окончательная. В случае принятия проекта до 75% вырастет внутренний долг Новосибирска. Из-за этого город не сможет получать льготные кредиты. Городские власти надеются на компенсацию своих расходов. В случае, если депутаты в законодательном собрании примут это решение, очень логично, и мы будем настойчиво ставить вопрос о, поверьте мне, о том, чтобы нам компенсировали выпадающие доходы. Но если не в полной мере, но на выполнение основных обязательств, безусловно, это надо делать. Под вопросом и поддержка общественных инициатив. Их, как всегда, немало. К примеру, активисты хотят привести в порядок сквер за оперным театром. Вроде бы центр, а земля в запустении. На задворках символа города лишь трамвайное кольцо, заброшенный общественный туалет, да выгуливающие собак люди. Впрочем, чиновники от реализации идей не отказываются. Правда, и от активистов требует настоящего участия в проектах. Подробнее Анна Кондратенко. Заброшенные туалеты, неухоженные клёны и мусор – повсюду часть привычного пейзажа в сквере на Каменской. Вот там выгуливает, вот здесь. Вообще, идешь, ну и попадаешь не туда, куда надо ногами. Конечно, приятно было бы, если было бы все оккультурно. То есть, напросто, вот, ну, бесхозная территория. Несколько лет назад здесь собирались построить небоскрёбы. Но общественники призвали превратить заброшенный участок между хореографическим колледжем и оперным театром в зелёный сквер. В пользу этого они собрали 7 тысяч подписей. Во-первых, это просто зелёную зону, где можно погулять, подышать свежим воздухом, посидеть на лавочках. Это детскую площадку, куда бы мамы могли с детьми прийти и погулять. И площадку для пожилых людей, возможно, какую-то сцену, где бы пожилые люди могли танцевать, собираться, какие-то, может быть, там, песни под аккордеоны слушать. И перенасыщать тоже бы не хотелось сквер, потому что должно быть больше зелени. Рассказать о своей идее общественники пришли на приём к мэру. Градоначальник инициативу поддержал. Этот земельный участок уже лишили статуса зоны под деловую, общественную и коммерческую застройку. И теперь здесь может быть только зелёный уголок. Анатолий Локоть предложил установить в сквере памятник. К примеру, Александру Пушкину или труженикам тыла. А вот перенос трамвайного кольца, раньше его предлагали обустроить на улицах Восхода Зыряновской, пока под вопросом. Отказываться от трамвая мы не собираемся, как от транспорта. Наоборот, мы собираемся развивать трамвай, трамвайные линии, приводить их в порядок. Но кольцо по техническим условиям, оно необходимо. Будет ли оно здесь, останется, либо в каком-другом месте, сказать сложно. Но по нашему мнению, по мнению специалистов, оно не помешает развитию парковых зон. А вот Елена Лебедева на прием к мэру пришла с идеей оборудовать масштабный спортивно-оздоровительный комплекс на берегах Котлована, на юго-западном жилмассиве, в том числе для маломобильных людей. Идет обязательно лыжная трасса, велосипедная трасса, причем освещенная. Площадки для занятий командными играми, то есть баскетбол, мини-футбол, пляжное регби, волейбол, то есть всевозможное. Затем площадки с твердым покрытием для занятий нашего вида спорта – бокингом. Мэр объяснили, это ходьба на пружинящих ходулях. А он поставил вопрос ребром – готовы ли активисты к титанической работе. Ведь общественники мечтают еще и Котлован превратить в грибной канал. Пока же в него сливают сточные воды канализации, а берега окутаны торфяниками. Но главная проблема – как превратить этот водоем в грибной канал, отвечающий всем спортивным стандартам. Сейчас в России таких трасс всего три. Чтобы появилась четвертая, необходимо удлинить водоем. Но преградой стоит участок земли, который могут отдать под застройку. Смогут ли эту территорию использовать общественники, мэр попросил уточнить своих подчиненных. Несмотря на всю грандиозность проекта, Анатолий Локоть посчитал его вполне реалистичным. Тем более, что инвесторов активисты уже нашли. Очень хорошо, что общественность первая уходит с такими предложениями, что не мэрия предлагает какие-то свои пути, решения, а потом люди смотрят, общественники, согласится ли нам с позицией мэрии или нет. А тут получается наоборот. То есть, к чему мы идем? Чтобы мэрия прислушивалась к мнению людей. То есть, люди приходят с предложением, и мэрия должна их правильно и конкретно оценить, рассчитать. В итоге мэр дал указания чиновникам проработать проекты и вынести их на общественное обсуждение. Распоряжение градоначальник подписал в присутствии общественников. Анна Кондратенко, Вячеслав Горчаков, Олег Макаров. Новосибирская неделя. И последнее. В Новосибирске давали бал. Самые настоящие кавалеры приглашали дам. Те были в вечерних платьях и в масках. Торжество в духе 19 века устроили в честь юбилея Михаила Лермонтова. Удалось ли передать атмосферу эпохи, судить вам. Ну, не знаю, дискотеки, наверное, это не мое. Мне это неинтересно. Во всех магазинах, где продают маски, вообще все было скуплено. Видимо, все девушки готовились и ждали. Это были самые заметные события прошедшей недели. Материалы нашей программы также на сайте Новосибирских новостей. Всего хорошего. Новосибирск